народ всем привет продолжаем тему про наш электронный пашметр и сегодня мы попробуем его откалибровать значит для этого нам потребуется сам пашметр дистиллированная вода и в комплекте у нас шли вот такие вот паш порошочки чтобы откалибровать его по двум точкам по 401 и 686 кстати на будущее заказал себе еще комплект порошков но он состоит из трех опять же четверка 6 и 8 и еще 918 если мне не изменяет память она идет с такой синей полоской ну что поехали и так для начала приготовим раствор возьмем две банки на них заранее напишем 486 и 404 чтобы потом на всякий случай не перепутать и прочитаем что написано на самих порошочках написано здесь на английском следующее инструкция по применению direction for use так значит высыпьте порошочки 250 высыпьте порошочки в чистую посуду стеклянную 250 миллилитров добавьте 250 миллилитров дистиллированной воды и размещайте мешайте до сих пор пока все не растворится и так значит вот наша 686 открываем засыпаем причем 686 это при конкретной температуре здесь показана целая таблица при каких температурах такой будет показан уровень паш так а пока засыпаем 686 в нашу баночку 686 404401 в баночку 401 дальше нам нужно взять 250 миллилитров водички причем водички не простой водички золотой дистиллированной причем все будем делать по науке возьмем мерный стакан на нем отмечена вода 250 наливаем 250 миллилитров воды вот и у нас ровно 250 миллилитров в одну банку и 250 миллилитров во вторую и замешиваем все это дело после первого замеса обязательно помоем нашу ложечку чтобы не смешать одно с другим так мешаем вторую так ну вот растворчики готовы следующий немаловажный момент мы замерим в них температуру потому что как указано у нас в табличке по разным температурам будут показываться разные уровни паш чтобы правильно замерить температуру мы возьмем наш электронный градусник который меряет у нас воду в бассейне летом но это кстати новый потому что предыдущие пережили один сезон а потом внутри здесь все контакты все поржавело по окислилась так посмотрим какую температуру нам покажет можно сказать что температура у нас 22 с половиной градуса и в одном и в другом а если исходить из того что нам пишет наш китайский друг на упаковочке то 20 до 25 градусов здесь у нас должно быть ровно 4 ph от 20 до 25 здесь 688 686 и так о чем говорит инструкция открываем включаем побежали цифры надо начинать сначала с 686 опускаем сюда наш пашметр ждем пока цифра становится вот цифра у нас замерли на 711 значит зажимаем кнопку калибровка держим 3 секунды заморгала калибровка 686 отпускаем вот она перестала моргать и на этом все значит ступень 686 мы откалибровали теперь нужно промыть под водой чтобы не смешивать растворы и так приступаем ко второй стадии калибровки берем раствор на 404 включаем наш пашметр и опускаем его в раствор с четверочкой потом зажимаем кнопку калибре шин 3 секунды он нам показывает 686 отпускаем жмем еще раз и он показывает 401 дальше держим и вот он откалибровался и на четверочку второй шаг калибровки закончен ну и теперь контрольный замер если мы все правильно сделали включаем его опускаем сначала в четверочку он нам показывает 4 и 4 и 3 достаем его отсюда насухо протираем чтобы не замешать наши растворы не опускаем 686 в общем что-то около того как мы видим прибор показывать с точностью не до одной сотой ты все равно погрешность есть но для нашего бытового использования я думаю этого будет вполне достаточно сотые доли нам ловить не надо нам нужно хотя бы ловить 10 чтобы плюс-минус попадать туда куда нам надо а именно ловить воду от 7 2 до 7 4 когда придет новые порошочки обязательно сделаем калибровку не по двум а по трем точкам я думаю это будет гораздо точнее и интереснее так и как я говорил в предыдущем видео после калибровки посмотрим воду у нас из-под крана давайте реально проверим что получится а вот и наша водичка проверяем включаем тестер опускаем предыдущее значение по моему было что-то в районе 7 877 но после калибровки мы видим что он показывает 742 743 и 744 немножко подрастает еще не выровнялась в общем порядка 745 возьмем максимум так что вот такая игрушка кстати 7 и 4 это хороший показатель воды и можно купаться так что друзья вот такие пироги кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал в следующем видео мы попробуем сравнить разные виды полосок и посмотрим что как показывает и чем же все таки удобнее проверять в воде уровень ph а сейчас всем пока вам понравилось и